Книга Исход, глава четвертая И сказал Господь Моисею, «Протяни руку твою и возьми его за хвост». Он протянул руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. «Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь Бог отцовых, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». Еще сказал ему Господь, «Положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал, «Положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. «Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум всем знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и выли на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше». И сказал Моисей Господу, «О, Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал, «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли, Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал, «Господи, пошли другого, кого можешь послать?» И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал, «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить». И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл этот возьми в руку твою, им ты будешь творить знамение. И пошел Моисей, и возвратился к Иофору, тестью своему, и сказал ему, «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею, «Иди с миром». И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской, «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею, «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай перед лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народ». И скажи фараону, «Так говорит Господь, Израиль, сын мой, первенец мой, я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сепфора, взявши каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала, «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она, «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону, «Пойди навстречу Моисею в пустыне». И он пошел и встретился с ним при горе Божьей и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин, сынов Израилевых, и пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамение перед глазами народа. И поверил народ. И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok